здравствуйте наши уважаемые любители бани сегодня настал очеред рассмотреть отдельную печку хорошую для русской бани в предыдущих видеороликах я рассказывал о разных печах и обратил ваше внимание на то что эталоном для русской бани является кирпичная печь периодического действия то бишь пока горит огонь пальца в ней нельзя и с прямым нагревом камней температура в каменке достаточно высокая где-то порядка там от 600 700 градусов печь в процессе парения остывает так как огонь мне не горит и она является эталоном естественно что это не масса рынок потому что кирпичная печь это все-таки такой хендмейт и он в массу у нас не идет соответственно мы сегодня рассмотрим с вами хорошую печь для русской бани которую выдает достаточное большое количество пара который выдает необходимые параметры да где-то примерно по соотношению температуры и влажности 110 то бишь температура в порой где-то 60 влажность 50 в процессе в процессе парения и который не перегревает парную которая выходит нормальный режим на прогрев каменьки и так далее и тому подобное и так с вами мы сегодня рассматриваем хорошую печь из железа для русской бани прежде на первом что нужно сказать о хороших печах для русской бани первое и такое основное что печь должна делать она должна нагреть помещение парной и не перегреть ее естественно я понимаю что это заслуга не только печи но и правильно подобранной печи по отношению к парной к вентиляции и естественно к утеплению самой парной к этому мы вернемся в следующих роликах и так если мы говорим о хорошей печи она не должна перегревать парную парную мы можем перегреть с вами если все правильно подобрано по кубатуре по печам то мы должны с вами в процессе парения избавиться от конвекции конвекция почему мы должны от нее избавиться на что безудержная конвекция в процессе парения в процессе процедуры парения быстро осаждает пар потому что идет постоянная циркуляция пар воздушной смеси внутри парной и не позволяет сконцентрироваться большому количеству пару пара в парной и плюс мы получаем еще из-за конвекции перегрев как от этого избавиться если мы говорим о хорошей печи для бани то лучшим вариантом будет это если топка печи топка печи где горит огонь будет выполнена из стали либо из чугуна но экран экран самой печи то есть то что вы видите вокруг стальной либо чугунной печи топки на давайте я буду железные только это кирпичный либо каменный экран причем он должен быть не только по бокам ну и сверху тоже почему потому что когда мы накрываем плитой печь у нас естественно в плите есть некие отверстия конвекционные которые нам помогают нагреть парную потому что если конвекционных отверстий не будет то парная будет прогреваться достаточно долго но как только баня вышла на режимы там где-то примерно в парной 45 градусов конвекционные отверстия необходимо перекрыть если мы перекрываем конвекционные отверстия предыдущем ролике я показывал сапожки то прекращается поток воздуха между облицовкой печи и самой топкой то есть воздух если в процессе нагрева парной здесь проходит у нас то когда вы паритесь такого подсоса уже нету соответственно печь будет греть уже исключительно инфракрасным теплом естественно нужно понимать что так как поверхность каменной облицовки кирпичной облицовки все равно нагревается до высоких температур а температура облицовки может быть где-то примерно от 80 до 190 градусов то все равно есть побуждение воздуха идти вдоль стенок с наружной части облицовки но точно такое же движение воздуха на побуждение воздуха а есть и в кирпичных печах поэтому основной момент это то что конвекция в печах в стальных железных печах должна быть регулируемой если конвекции у нас не регулируется и у нас сверху либо по бокам с верхней части есть отверстие то естественно что воздух беспрепятственно будет циркулировать по парной что ни к чему хорошему не приводит поэтому конвекция в хороших банных печах должна быть регулируемой второе что должно быть в хорошей банной печи это каменка естественно есть два варианта развития событий у железных печей это когда каменка открытая то есть вы смотрите на печь видите камни и закрытая каменка камни в печи находятся в какой-то железной ванной давайте тоже нарисуем в какой-то железной ванной а видов таких каменных достаточно много это один вариант каменки да как камни уложены вот здесь вот второй вариант каменки это когда есть портал есть топка и камни уложены вот здесь я сейчас нарисовал вот этот рисунок не имею ввиду печи сетки почему потому что естественно в печах сетках конвекцию регулировать не представляется возможным поэтому здесь тоже идет экран либо из натурального камня либо из кирпича если мы говорим о преимуществах камня или кирпича сравнивая их между собой нужно понимать что облицовка из камня она составляет где-то примерно в среднем 4 сантиметра из кирпича такая же облицовка будет уже 12 с половиной сантиметров в четверть в пол кирпича соответственно теплоемкость данной конструкции будет повыше соответственно на режим парения печка с кирпичным экраном будет выходить чуть подольше сравним печка будет выходить на режим парения побыстрее но тут уже немаловажным фактором является сама архитектура парной потому что кто-то выбирает по дизайну кто-то выбирает по времени и сказать что вот вот только это правильно нельзя и будет абсолютно неверным и несправедливым соответственно каменька в хорошей печи должна быть закрытой как только мы закрываем с вами каменку теплоизолируем ее от воздействия внешних атмосферных параметров в парной температура в каменьке а подымается подымается существенно я бы оценил что закрытая каменька нагревается примерно в два раза лучше чем открытая каменька соответственно если открытой каменьке температура камней где-то на уровне 200-250 градусов то в закрытой каменьке мы сможем с вами получить температуры где-то примерно от 350 до 550 градусов поэтому когда вы будете плескать воду в закрытую каменьку то естественно пару вы получите больше потому что чем выше температура каменьки тем больше пара вы получите пар испарялись с больших температур занимает гораздо большее пространство поэтому закрытая каменька лучше если мы говорим о том что нам необходим экран какой-то на вокруг топки у железной печи это у нас железная печь и мы возводим с вами экран вокруг нее а с этой стороны у нас идет обычный стальной лист ну естественно здесь конвекция у нас не регулируется но что еще плохо в таких печах по сравнению с такими печами это интенсивность выделяемое инфракрасного излучения в парную если здесь идет у нас от экрана достаточно интенсивное тепло да кто бывал в так называемых саунах знает что к печи подойти достаточно проблематично многие делают какое-то ограждение из дерева чтобы не подойти не обжечься то в данном случае если мы рассматриваем кирпичный либо каменный экран излучение естественно будет более меньше более скажем так комфортным естественно это сказывается на нагрев парной и тут нужно заметить если мы возьмем конвективную составляющую и инфракрасную составляющую нужно понимать что что бы ни говорили маркетологи о своих печах баня не терпит суеты баня не терпит безмерной скорости в любом случае каменную закладку кирпичный либо каменный экран невозможно прогреть за достаточно короткое время поэтому на подготовку бани русской бани необходимо закладывать при соблюдении нормального утепленного контура летом примерно около 2 часов зимой примерно 3,5 часа естественно эти процессы могут быть по времени смещены допустим если за окном летом у вас там плюс 35 естественно баня приготовится быстрее если на улице минус 30 и помещение не отапливается естественно этот процесс затянется где-то примерно на 5 а то и 6 часов но тут это уже зависит не от самой печи а от архитектуры самой бани самого строения и так инфракрасное излучение это 3 3 составляющая которые необходимо принимать во внимание в печи в хорошей печи для русской бани следующий момент о котором я тоже рассказывал но сегодня хочется еще о нем немножко сказать это высота самой печи если обычные стандартные печи имеют высоту где-то порядка 650 миллиметров то хорошая печь для русской бани она должна быть где-то примерно в хотя бы от 1 и 3 до 1 до полутора метров почему потому что пар выходя с этой печи потеряет гораздо больше энергии чем выходя из этой печи да если вот это у нас потолок потребуется здесь затратить гораздо больше запасенной энергии и здесь его будет не так много так нарисуем соответственно температура каменки плюс высота самой печи тоже являются основным таким параметром который нужно смотреть которое нужно соблюдать поэтому не нужно гнаться за низкими печами чем выше печь тем лучше вдобавок ко всему хоть это относится к архитектуре парной лучше всего когда теплый градиент теплый градиент в парной примерно одинаковый это что означает это говорит о том что если эта печь светит теплом только по низу только по низу то высокая печь светит гораздо выше а если мы приплюсуем сюда еще дымоход то получим практически идентичные показатели по излучению с небольшой кирпичной печи поэтому обращайте внимание еще пожалуйста на высоту мы с вами проговорили о высоте и по габаритам кстати печка тоже хорошая побольше чем стандартные печки но еще такой немаловажный параметр есть это когда производитель указывает какую-то мощность у печи она может быть там 35 35 35 киловатт 12 киловатт либо рассчитанная на какой-то определенный объем допустим производитель может написать на 12-18 метров кубических тут нужно понимать что эти параметры они тоже достаточно эфемерны потому что не всякий производитель может точно сказать сколько киловатт энергии его печь выделяет в парную не каждый производитель понимает куда будет установлена его печь да потому что одно дело если контур он достаточно серьезно утеплен другой момент когда контур выполнен там условно из бруса толщиной 100 миллиметров и на улице минус 30 но в любом случае вот эти вот параметры они достаточно такие виртуальные и ориентироваться на них конечно можно но лучше всего лучше всего если вы при выборе печи будете закладывать где-то примерно 30 процентов мощности печи закладывать дополнительных то есть если допустим у вас парная где-то примерно 15 кубов то вполне вполне можно брать печь в паспорте которой написано от 15 до 20 кубов можно взять от 18 до 22 кубов этим вы парной не перегреете а время потраченное на подготовку парной будет примерно от двух до трех с половиной часов обращайте внимание на этот параметр тоже что еще должно быть хорошей печи для бани в предыдущем в предыдущем ролике я рассказывал о паровых ушках которые сейчас уже устанавливаются заводом-изготовителем у некоторых заводов-изготовителей сразу и они находятся внутри это печи производства изи стим это печи производства феррингера там своеобразный пиф идет но тем не менее тоже можно сказать что это паровая пушка это печи в нахабина делаются теклар называется и если у вас не эти печи но хочется что-то прямо суперского суперского то необходимо внутрь каменки внутрь каменки инсталлировать паровую пушку для того чтобы энергию каменки использовать полностью как я уже говорил что если вы просто черпачком будете подавать наверх да у нас здесь каменная закладка находится то вы локально остудите каменку а нижняя часть не будет использована поэтому лучше всего если в печи будет какое-то устройство куда попадает вода куда попадает вода уходит вниз выходит перекипает набирает дополнительную энергию и выходит наружу это тоже немаловажный и достаточно такой серьезный фактор это пусть будет пять и это будет называться у нас пушки пятая основная составляющая по что должно быть хорошей железной печи для бани если мы говорим о высоте о кирпичной либо каменной облицовки то тем самым мы подошли к шестому пунктику это вес печи соответственно чем больше вес печи тем больше будет у нее запасенной энергии тем больше от огня от выделяемой энергии печь запасет в себе поэтому печь в данном случае необходимо рассматривать как готовый комплекс это и сама печь облицованная камнем либо кирпичом естественно это сам огнеход первый метр печи который может быть выполнен в виде сетки либо также облицов кирпичом естественно с конъекционными отверстиями конъекционные отверстия должны быть и должны быть регулируемыми так же как и здесь и естественно если мы смотрим на лицевую часть печи это противопожарная разделка противопожарная разделка как я уже рассказывал объяснял должна быть примерно 1250 и примерно на 1800 соответственно вся эта масса будет работать положительно на атмосферу которая будет у вас в парной она позволит вам в зимнее время не использовать прибор отопления если баня не очень большая и где-то до после обеда в такой бане будет достаточно тепло и комфортно и если сама баня это бревно не брос соответственно при правильной вентиляции она эта масса позволит просушить парну если мы говорим о водоподготовке то естественно здесь должен быть еще теплообменник на огнеходе желательно еще раз вернусь предыдущим роликом снизить температуру во втором метре уже домохода чтобы в потолочной разделке были температуры где-то примерно не более 400 градусов что маленькие печи не позволяет к сожалению сделать ну и естественно на выходе из огнехода должна должен стоять шивер для того чтобы также экономить энергию всего вот этого вот печного угла если так печного угла соответственно тоже нужно понимать что если вес у печи большой печка достаточно большая то топливо будет более эффективно использоваться горение в самой печи не выходить наружу поэтому чем больше топливник до определенных естественно размеров то тем более высокая кпд иногда в интернете можно встретить там когда говорят кпд там 80-90 а то пожалуй 200 процентов естественно это ерунда и по крайней мере к банным печам никакого отношения это не имеет я думаю что кпд печей из железа дай бог побьет где-то примерно 50 процентов коэффициент полезного действия у банных печей потому что банная печь предназначена не для прогрева всего помещения банная печь должна гореть очень ярко очень сильно для того чтобы как можно больше раскалить закрытую каменку поэтому о кпд тут речи естественно не может как бы вкратце как бы вкратце о такой хорошей банной печи мы с вами я с вами проговорил в следующий раз мы вернемся с вами к архитектуре парной для того чтобы правильно разместить печь потому что так как печь является тепловым насосом то при правильной организации пространства парной необходимо уделить достаточно серьезное внимание вентиляции самой банки потому что печь и вентиляция взаимосвязаны ибо печь является тепловым насосом по печи по хорошей печи я думаю что мы с вами закончили в следующий раз расскажем о вентиляции большое спасибо с легким паром